Привет всем, это канал HotSam. Видите, такая ситуация, потёк бойлер. Вода, надеюсь, течёт из-под фланца, там где вставляется тэн. Если же потёк бак, то ситуация вообще критичная. Тогда придётся бойлер выбрасывать. Но если потёк фланец, там где тэн вставляется, то, в принципе, можно разобрать, посмотреть. Для начала сниму вот эту пластиковую коробку, где, видите, кнопка включения-выключения. Также меня беспокоят потёки ржавчины, которые вы видите по патрубкам. Здесь тоже вода течёт потихоньку. Не знаю, это одна и та же вода или нет. То есть с одного места она вытекает или с разных. То есть разберёмся в процессе. Да, здесь всё мокро. Конкретно, конечно. О, что там всё, всё там мокрое, господи. Так, снимается терморегулятор. Снимается терморегулятор. То старый, то, который был раньше здесь. Мы его уже меняли. Теперь нам надо слить воду. Для того, чтобы слить воду, мы откроем кран горячей воды. А кран холодной воды мы откроем и шлангочку открутим. И воздух будет попадать, и вода будет с неё сливаться. Воздух будет заходить через кран горячей воды. А с трубочки холодной воды будет сливаться вода с бойлера. Заходит воздух сюда, а со сместителя вода стекает. А звук это, который вы слышите, это и есть этот подсос воздуха. Сейчас мы просто открутим фланец. Здесь болты на 13. Потихонечку спустим воду из-под фланца. Которая осталась. Всё. Наконец-то. Это чистенький. В прошлый раз был гораздо грязнее. Так как у нас под бойлером установлена ванна, то я не решил не заморачиваться со сливом воды. Как вы видели, слил всё через фланец. Это заняло минуты 4. И получилось пол ванны грязной, черной воды. На этот раз Тен оказался намного чище, чем в прошлый раз. В прошлый раз вы можете посмотреть на фотографии, какой он был. Сейчас мы его разберём, вытянем с него прокладочку, всё почистим, соберём заново. У меня в руках прокладка, на вид вполне ещё вроде целая. Сейчас попробуем всё собрать, промазать герметиком и посмотрим, будет ли течь обратно. Если потечёт, то, скорее всего, течь где-то в баке. Смажу прокладку вот таким вот силиконом. Я стараюсь равномерно закручивать все болты, чтобы не было перекоса ни в какую сторону. Чтобы прокладка лежала равномерно. Набирается вода, горячий кран открытый. Для того, чтобы выходил воздух, слышите, какой звук идёт. Сейчас вода наберётся, посмотрим, будет течь или нет. Ну вот, бойлер набрался воды и, к сожалению, подтвердились мои опасения о том, что течь не из-под фланца, а потёк сам бак. Видите? Здесь хорошо видно, что фланец не протекает. Где-то по корпусу стекает вода. И из наружной обшивки он вытекает. Спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео.